Важная историческая дата. 17 июля. Ровно век со дня расстрела царской семьи. Согласно последним социологическим опросам, более половины россиян назвали это трагическое событие чудовищным преступлением. А те, кто считает, что Николай II за свои ошибки должен был понести наказание, назвали расстрел без суда и следствия слишком жестокой мерой. Памятные мероприятия прошли во многих городах. В столице люди несли цветы к памятнику последнему российскому императору в Китае-городе и родовую сапальнице Романовых. Богослужения прошли в нескольких храмах Петербурга. Много цветов было возле Ливадийского дворца в Крыму. Вспоминали царскую семью и за рубежом. В столице Сербии в церкви Святой Троицы состоялась литургия и крестный ход, который возглавил патриарх сербский Ириней. В Екатеринбурге, в храме, построенном на месте печально известного дома Ипатьевых, где были убиты Николай Романов, его жена, дети и прислуга, патриарх московский и всея Руси Кирилл отслужил литургию. За этим преступлением есть некий поворот в исторической жизни Святой Руси, который завел народ в тяжелый и страшный тупик. Что же происходило с народом нашим? Ведь страна была покрыта храмами, монастырями, ведь абсолютное большинство людей было крещенными. Почему это произошло? Почему спустили курок убийцы? А после состоялся большой крестный ход. Вместе с десятками тысяч верующих патриарх прошел к тому самому месту, где большевики пытались спрятать останки, которые потом закопали на дороге. Их извлекли только в 91-м году. Генетическая экспертиза с высокой долей вероятности подтвердила подлинность. Царскую семью похоронили в Петербурге. Почитание стало давно народным, а память о трагедии примирила потомков тех, кто оказался разделен гражданской войной. Продолжение следует...